Возведение здания по этому адресу вызвало широкий общественный резонанс. Жители окрестных домов даже выходили на митинг против действий застройщика. Глава города Анатолий Пахомов взял ситуацию под личный контроль. По инициативе администрации в начале ноября мэр встретился с группой жильцов. Тогда было дано поручение органам государственного строительного надзора проверить законность стройки. Накануне в кабинете Анатолия Пахомова в присутствии жителей доложили об итогах проверки. На сегодняшний день огорожен около 10 соток, а по проекту, который прошел государственную экспертизу, в 2,5 раза больше. Практически огорожен только котлован и все остальное. Хотя по технологии строительства в составе проекта есть ПОС, проект организации строительства. Перед началом строительства они должны были выйти, во-первых, они должны были закрепить за собой всю землю. Потом, перед началом строительства они должны были огородить земельный участок, там въезды, выезды, пожарные. По словам Чернокальского, застройщик уже вызван для вручения протокола предписания. В госстроенадзор он должен явиться к 11 декабря. При этом администрация города уже готовит исковое заявление в суд с требованием прекратить строительство на этом участке. Госстроенадзор сегодня четко и ясно подтверждает, что земельного участка для этого строительства не хватает. Это говорит о том, что на данный момент мы просто используя их информацию государственного контроля, мы подаем в суд и я вас заверяю, что мы даже первые в последующих инстанциях выбираем. В качестве альтернативы мэрия рассматривает возможность предоставить застройщику аналогичный по площади земельный участок в пределах границ муниципалитета. Кроме того, чтобы не дать возможность строителям использовать прилегающую детскую площадку под хозяйственные нужды, территория уже оформлена как муниципальная земля. И выставлена на торги для обустройства там в рамках краевой программы спорткомплекса на свежем воздухе.